И всем привет, ребят! С вами Старваник и я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен обновлению и обзору одного интересного вооружения. Теслочку мы уже вместе с вами потестили, записали. Теперь настало время обзора того фриза, который сегодня стал чем-то необычным. Да, есть у него проблемы небольшие с дальностью, она немножечко пофиксилась, но по всем остальным параметрам фриз у нас жестко бустанули, жигу наоборот занерфили. Ну и ко всему прочему апнули с x3 до вроде x5 полноценный весь критический урон и плюс умножили урон с овердрайвом викинга. Теперь на нем, на фризе можно нагибать намного-намного жестче. Поэтому сегодня мы в очередной раз, как и неделю назад, берем викинга фриза, только теперь уже викинга с дополнительным бустом с овердрайва. Тестируем, рассматриваем, сыграем как точно сегодня одну каточку в режиме джиггернаута, потому что недельку назад я просто пообозревал вика фриза, да, и говорил о том, что было бы неплохо x урон бустануть с овером. Сейчас это у нас дело сделали, ну и понятное дело, что хотелось бы рассмотреть, насколько быстро теперь этот вика фриз может с овердрайвом, может даже без овердрайва уничтожать джиггернаута. Надеюсь, что мне, конечно же, не пикнут самого джиггера, если даже пикнут, то я быстро на паузу встану, чтобы его не получить. И рассмотрим, ну и плюс с катами, я думаю, что еще, может один, может еще два боя после джиггернаута в контроле точек и, например, в том же, в той же тдм-очке, да. То есть полноценный, масштабный обзор вика фриза. Кому нравятся игровые видосы, обязательно не забывайте поддерживать все это дело. Ну и смотрим, 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 что с фризом у нас произошло. Должен очень плотно нагибать, примерно так же, как нагибала у нас жига неделю назад. Если сейчас это все так и подтвердится, то полноценно можно будет сказать, что жижечку мы отправляем в свободное путешествие, оставляем ее и не возвращаемся к ней. И уже, если уж есть желание поиграть на каком-то продуве, то непосредственно играем на фризе. Чего? Я пол баллона дунул и джиггер улетел на респ? А как такое может быть? Может быть у него ГС был не качанный? Кого я слил? Я слил маршала. А, он уже вышел с карты. Блин, я даже не заметил, сколько у него было ГС. Ну как-то очень быстро, прям очень быстро я его унес. Жестко, жестко, жестко. Ладно, играем дальше. Если так джиггернаут будет падать, там я, получается, с бустером наносил по 90 в тик и крит на 3600 залетел. Офигеть, очень много дэмэджа, если честно. Я офигеваю, конечно, с такого баланса. Ну ладно, играем дальше, смотрим. Смотрим. Я уже вчера говорил по поводу этого обновления. Говорил, что мне не особо понятно, зачем было делать настолько жестко имбовый фриз. Но это больше, наверное, связано с тем, что после прошлонедельного обновления многие играли на жиге. На фризе никто не играл. Они решили чуть-чуть подбалансить жигу с фризом. На жиге я еще вообще не катал. Но, возможно, мы ее тоже затестим. Если это вам будет интересно. Если интересно, то пишите в комментариях по этому поводу. Я думаю, что записать обзорчик за жижечкой не составит особо большого труда. Но сегодня у нас фриз. И надо стараться изначально чисто работать в джаггерах. То есть, в последующих катках, где уже запикаемся на других режимах, я думаю, что там можно будет и поиграть просто на киллы. Посмотреть, сколько киллов можно дать. А здесь чистая, прямая, нацеленная работа на вражеского джиггернаута. Джиггернаут начинает убегать, а у меня овер есть. Это очень плохо. Сейчас джаггер будет бегать. В этом есть небольшая проблема, когда есть открытая карта, и джиггернаут может просто убежать. Вы не можете так жестко влетать. Главное, чтобы он овер не прожал. Мне надо сейчас уехать. И по возможности сейчас надо овер в джиггера дать. Расстояние должно быть неплохое, но не прямо такое здоровенное, как сейчас у меня с оппонентом. Но и почему-то он фокусит именно меня. Почему он не фокусит кого-то другого? Почему именно меня надо было слетимым? Я ему через центр сейчас влететь. Прыгнуть. 2-2 не совсем хороший счет. Но надо таймер кладить. Ну что они делают? Что они тут делают? Сейчас Харек еще овер как даст. Какой-то вообще Габелла. Ладно, летим. Летим на джиггернаута. Нет, у меня просто респ. Меня контролят. Меня контролят. Пока без шансов. Вообще без шансов. Меня сейчас еще джиггернаута насыпят. Ну да. А на пушу, на плюс В. Пытаюсь сразу. Либо уничтожить джиггера, либо слиться. Все-таки у нас полноценный обзор. Викинга. Приза. Но не джиггернаута. Теперь пробуем камбэчить. Мне просто овердрайв взяли, сбили овер. У меня была соточка. Стабильная, хорошая. С которой я мог чпокнуть джиггернаута. И в итоге я остался без овера. Круто. Супер. Бомба. И команда, которая не пушит джиггера. Да. Не такого обзорчика я хотел в джиггернауте увидеть против джиггер... Против. В джиггернауте против джиггернаута. Именно так. Ну, обидно. Не дает мне шанса зацепиться даже за него. Уже осталось меньше половины боя. Если первого я унес очень быстро. И второго, в принципе, я так же само быстро мог бы унести. Но уже ребята играют более качественно, более грамотно. А с такой игрой уже зацепиться за этого джиггера значительно тяжелее. Сейчас еще овер даст. Даже овер не дает. Он просто убегает. Просто убегает. Пушить. Плеваем джиггера. Ребята. Джиггера, джиггера. Хорошо. Найс. Отрезпали этого. Который был бегунок. Может быть, сейчас будет менее опытный джиггернаут. Который не будет так жестко бегать по карте. У меня будет возможность его уничтожить. 50% овердрайва. Тимошечка забивается в уголочек. И есть возможность накидки прямой, хорошей. Ай, шикарно сюда. Ну вот, всегда бы такие джиггеры выиграли. Великолепно было бы. Просто было бы великолепнее. Пше, пше, пше. Мы сейчас хорошо. Очень быстро унесли. Ну и надо теперь стараться выигрывать. Было 2-4. Уже 4-4. Овердайв у меня есть. Значит, что мы можем еще одного, как минимум, джиггернаута респануть. Да, даже бустера прожимаю. Все равно очень быстро уничтожается противник. Возможно, даже стоит поиграть и с защитником в дальнейшем. Так, расстояние. Что с расстоянием здесь? Ой, ой, ой. Без бустера. Критический урон. 5600. С критическим уроном. Крит был бы 10. 11000. 11000 критический урон был бы. Вы понимаете, что такое критический урон 11000? Это же жесть. Просто под бустером 11000 я бы ему всунул. Это очень много. Это прям очень много. Так, Тимоха опять у нас на джиггернауте. Опять есть шанс его слить. Бустер прожимаем. Ну, это просто ужас. Очень много урона. Прям очень много летит урона. Это, ну, наверное, одна из самых жестких тем. При том, что я на викинге. На харьке, мне кажется, стиками с овером вылуп еще быстрее. Ну, примерно. То же самое, наверное. То есть с викингом. Но посмотрим, сколько я смогу дать киллов. В обычной катке. В той же ТП-шечке. Это сильнее Тесла. Это сильнее Тесла по урону. Очень больно бьет. Прям очень больно. Джиггернаут пытается убежать. Его респят. Реса прожимает овер. 20 секунд у меня есть. Но то, чтобы респануть Джаггера, у меня есть ДД-шка. И мне нужен просто респ Джаггера рядом со мной. Респ Джаггера рядом со мной. Я надеюсь, что он не убежит далеко. Нет, он сразу респит меня. Он не стреляет даже ни по кому другому. Просто респит меня и все. Но его уносит. 8-5. Камбэк МКА тку с 2-4 на 8-5. Очень хороший результат. Фриз. Я не знаю. Но я честно не знаю. Честно. Я не знаю, зачем это делать. Реально разработчики хотят, чтобы игроки у нас начали играть на фризе. Но это очень больно. Это очень жестко. Если я Джаггера могу убить за 3 секунды с викингом. С Харьком я смогу убить еще быстрее. При том, что я дамажил без бустера. Это очень дико. Смотрим, сколько можно давать в обычной какой-нибудь ЦПшечке. Сейчас желательно, чтобы была небольшая карта. Ой-ой-ой. Хорошая, шикарная карта. Но не прям идеальная, конечно. Для фриза здесь можно убежать оппонента. Но будем стараться сейчас смотреть, что будет получаться у нас. Танчик против этот будет купола ставиться. Ну, где-нибудь здесь чисто так постоять на чиле, на расслабоне. Покидать урончику. Точку заберем. Ай, не забралось. Давайте попробуем Титана зареспить. Попробуем ближе к респу сейчас поиграть. Довольно плотно прижимать противника. И если здесь будет это все дело работать, то все, в принципе, понятно. Звания небольшие. Цикарно, много дэмэджа можно стабильно наносить. И еще бы почти в Титанчика слил 5 киллов уже неплохо. Желательно, чтобы сейчас накидало еще противника. То есть сейчас не полный состав. Даже может вместо этих ребят. Тут кого-нибудь пожелще взошел. А то я чувствую так, что это будет очень легко. 2000 крит. Тики критов тоже много. То есть вы бьете на постоянной основе. Критов тоже много. С шоковой заморозкой думаю, что будет еще больше критов. Надо будет с шоком потестить, конечно же. Но, друзья. Любители продувов. Обращаюсь исключительно к вам. Фриз берете и даете старый добрый контент. Как в 2016. Вы помните, когда в матчмейкинге играли? На Вика-Жигах. На Вика-Твинсах. На Вика-Фризах. Все зависело исключительно от резиста. Есть резист. Играешь. Например, на Жижечке. От Жижечки появился резист. Берешь Фриза. От Фриза-Жиги есть резист. Берешь Твинса. И все, нагибало. Все. Нагибало. Сейчас у нас перебалансировка происходит. Но, как вы видите, от призов пока что резистов особо никто не берет. 5000 в тике. Критический урон. Очень дико. За 2 минуты 13 килов на вражеском респе. Сейчас специально надо, чтобы Титан прожал купол. И посмотреть, солью ли я его вообще или нет. Смогу ли я его слить? Сколько у него хп вот сейчас осталось примерно? Неинтересно. Если я его смогу уничтожить под куполом. Вот это Габелла. У него осталось полторашка. То есть, я ему с фулл баллона под куполом снял где-то 2-2,5 тысяч. Офигеть. Офигеть. Это то есть, я в сумме где-то нанес с баллона тысяч, наверное, 25-30 урона. Это безумно большие цифры. Просто безумно большие цифры. Очень больно. Очень больно. Полбой 16 килов. Летим. Просто летим. Просто летим. Надеемся, что сейчас еще третью каточку мне хорошую подпикнет. И это полноценное возвращение фриза. Полноценное возвращение фриза. С одной стороны, я в шоке. От того, что они делают. С другой стороны, наконец-таки можно будет поиграть на старом, добрым, хорошем фризе. А то я уже устал смотреть на фриз, который особо ничего не дамажит. А сейчас и башня морозится шикарно. Хоть и корпус особо не морозится. Зато башня шикарно морозится. Можно накручивать оппонента. И за счет этого выигрывать большое количество микромоментиков. Оп. Оп, 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 оп. Ай, не слил. Чуть-чуть еще оставалось добить, если честно. Там довольно мало, скорее всего, урона. Ой, хп осталось. Давайте постараемся еще выиграть эту катку. Скажите мне, если я проиграю, что я нубл. Ну, как всегда, по дефолту. Давайте только. Как бы нубов не было, поэтому я постараюсь выиграть. У меня, в принципе, на это все и есть. Два противника едят. Теперь фриз может соло принимать по 3-4 танка. Это жестко. Это жестко. 21 килл. Давайте пробовать. Хорошо. Рикошеты уничтожаем. Лайн фаер. На смоке с автопушкой, да? Смоке с автопушками играют нынче в матчмейкинге. Но мы проигрываем. Проигрываем. Время есть. Время есть. Две точки у нас. Под захватом двоего противника. Но не все так шикарно, как хотелось бы. У меня еще и тиммейты с карты выходят. Как я должен сейчас контролировать все точки? А? Таким образом. С тиммейты что-нибудь заберут. Будет неплохо. Я заберу, например, центр. С мака. С овердрайвом. Нормально. Сливаем. Живем. Живем, 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 живем. Забираем, 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 забираем. Пошел захват. Овердрайв. Килы, 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 килы. Сюда, 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 сюда. Еще. Крит по 3500. Это очень много. Это прям очень много и очень больно Забайтить на прожатие овердрайва Ой, хорошо, шикарно На 50 секунд попахивает проигрышем 30 киллов уже есть Для Вика Фреза Не, ну вот здесь бы какой-нибудь сандал бы Ой, сандал бы, шикарно залетел бы Можно даже попробовать сыграть CTF, честно говоря Давайте попробую сейчас пикнуть CTF-ку В надежде, что будет небольшая карта Мне кажется, на этом Вика Фрезе в CTF-ке можно прям очень дико дать Прям очень дико Так, тиммейты заберут точку Я попробую забрать центр Может мы сейчас выиграем А, нет, захватывает точку еще одну К сожалению К сожалению, похоже Без победки Вместе с вами мы Не крутанет Еще и противник там еще одну захватывает Ну хотя бы приблизится, хотя бы приблизится 19, 20, ну А, в одну точку проиграли Ну хотя бы приблизились Но это все равно поражение Сколько киллов? По кристаллам мало 33 килла Очень хороший результат Очень хороший Давайте CTF-очку Вот если CTF-очка сейчас себя покажет Шикарнейшим образом То значит это 100% возвращение И развал кабин Просто развал кабин Развал кабин Ой, Red Divert шикарен Просто шикарная карта Давайте пробуем Надеюсь, что все получится Так, сейчас я проверю Да, все хорошо А то я думал, что вдруг я Записываю без звука Сейчас бы в телотище сидел бы Все хорошо Со звуком все отлично Теслочка пытается накидать урона Мы ее сразу на приемочку Сразу добавка по Магнуму С дальностью, конечно, чуть-чуть есть нерв Я уже об этом сказал Поментами чувствуется Надо чуть больше сближаться с оппонентом Но в общем и целом Если грамотно действовать То урон плотный Очень залетает Так, доставку оформляем Шикарно Успел доставить Это очень хорошо Там Вика Тесла Издеваться хочет Над всеми Но мне не помешали Я доставил И это Хорошечно Хорошечно Так, едем через лево Едем через лево Пробуем сейчас Давай сюда А, я хотел сказать И уходим назад Как сразу же При уничтожении противники Противника подрывается Типчик Да Обидненько 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 Но ничего страшного У меня есть овердрайв Который мы можем сейчас Очень неплохо Заюзать Меня чуть подморозили Это ничего Проблемного Пробуем здесь На газовочку Давать сразу На центрик Овердрайв хотят законтролить Давайте-ка Вы не будете контролить Мои овердрайва Они овердрайв Тоже пригодится Прожали один Дополнительные получили Аптечка Шикарная И доставочка на 2.0 За 2 минутки Супер 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 Да, вот именно Вика Фрис Это то вооружение На котором в CTF Можно очень круто играть Очень круто Пока мне нравится Все Пока Прям вот В этом бою Залетает Все как я хотел Чтоб было ТПшечки Здесь как раз Противник Под тебя Открывается На постоянной Основе И получается Очень круто Ой Как у меня Башня села Как башня села Да Заморозка Конечно Башня Очень дико идет Сразу с такой Приваркой Ай Доставка Ё-моё Я пока там С приваркой Своей боролся Они уже доставить успели Пробуем через центр Но там шафт В прицеле Надеемся на то Что он не накинет Мне больно Ай Тут у вас по фриз Лаксер Рва еще Крутой Тайминговый А Флаг скинулся Я не скинулся Давай-давай-давай-давай Хорош-хорош-хорош На подборе Я сейчас помогу Аленочка Живи Подбор Нет Подбора нету Подбора тоже нету Так ладно 2-1 мы пока ведем Надо стараться выигрывать У меня какая-то команда Очень Слабенькая Если честно Будет тяжело здесь Выиграть Это двой Противник Летит Тиммейты помогут Не помогут Для 2-2 Тиммейты стараются Слить У вас по фреза Вытягивает Тайминг чел Да еще даже Возвратик оформит Хорошо Мне надо сейчас Как-то более аккуратно Сыграть Наверное От сейва Конечно От штока Я играть не буду Пробую все равно Увести Но надо как-то Более Более Грамотно Уже стараться Все это дело делать 2-1 Скользкий счет Можно так На ничку Упасть Потом уже Я не комбэкну Эту тему Ну попробуем Сейчас через центр Поиграть Чуть больше Через центр Здесь Тесла пытается Все через эти шары Накидывать Быстро уничтожаем Одного Уничтожаем Второго Через право Зайдем У вас по фриз Давай Давай Ейдь Пожалуйста У вас по фриз Пытается доставлять Ай Доставит Походу Здесь Тесла Подберет Не может Толкнуть его Конечно Но это будет Доставка У вас по фриз Тянет Свою командочку Есть овердрайв На центре Я бы мог бы Свою прожать Еще один Дать А он не ставит Он ждет Че? Че делает? Че делает? Он щас флаг Просрет А он Скинул Под тиммейк Не понял Молодец Че я могу сказать Молодец Нормально вы там Работаете Ай Только хантер Не дотянись Пожалуйста Хантер Не дотянись Братик на хантере Не дотянись Хорошо Карн Так Две минутки Лаг я доставил Теперь надо Чуть-чуть Ай Вас по фриз Опять влетает Ну Вас по фриз Слейте Пожалуйста Пожалуйста Вас по фриз Ну Урон По фризу Ну Уже И все И нет помощи Ну Это габела Теперь могут сказать Это габела Вас по фриз Просто утаскивает Все плаги Я даже ничего С этим поделать Не могу Здесь вика Теслочки Какие-то На чпокинге Сидят С по фриз Всю грязную Работу За них делает Бомбу Оформляет Ладно Страшно Три-три У меня Шестьсот Моих тиммейтов Второго Сколько Сто тридцать Я в шоке Это просто Ты играешь Матчмейкинг Один в шесть Один в шесть Матчмейкинг Очень жестко Убирать Овердрайва Давай Давай Ну же Ну же Алекс Ну же Давай 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 Доставку Ну Буду Чины Буду Хорошо Выиграли Легкая Я уж думал Габелла Не выиграю Такую катку Побеждаем Сколько Насыпает Пятерку Насыпает Тридцать киллов На редалерте На вас На вика Фризе Очень хороший Результат Что я вам могу Скать Молодые люди Приз вернулся Приз Полноценно Вернулся Можно Его Иззять Как с бустером Можно Иззять Как с защитником Можно Иззять Как с хорьком Можно Даже Я думаю Что Пробовать Играть С хантером В джаггернауте Отлично Ся Показывает Если Джаггернаут Не бегает На более Закрытых картах Где нет Такой возможности Убежать То вообще Можно Закрывать В легкую Любого джаггера Ну либо Если у вас Там тиммейты Хотя бы Что-то делают Помогают То тоже Я думаю Что не будет Особо никаких Проблем Дабы Уничтожить Джаггернаут Тик Ну и Во всех Других режимах Что цп Что захват флага Что регби Даже тоже Штурм Можно в любом Режиме Мне кажется Реализовать Этот Замечательный Фриз По дамагу Сейчас он На 100% Больше Чем дамаг У Жиги Единственный Момент Который Здесь Может Сравниться Ну вот Видите Критический Урон 350 У фриза Критический Урон 900 Стоит Фулл Прокачки Урон В секунду 900 У Жиги Урон В секунду 700 Зажигательная Смесь Конечно Даст вам Такой же Примерно Буст Но За счет Этого Критического Дополнительного Урона По итогу Очень 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 Плотно Очень Жестко Фриз Будет Надамаживать Любого Оппонента Я повторюсь Жигу Еще не Тестировал Но Те характеристики Которые Есть сейчас У фриза И Которые Есть у Жиги Подтверждают Те слова Что Фриз Сейчас Более Имбовый И Если вы Конечно же Хотите Мы Жижечку Тоже Затестируем Поэтому Пишите Что вы думаете По поводу Этого Обзора Что вы Хотите Видеть Следующим Вас по фриза Даем Не даем Смотрим Есть еще Конечно Видеоролик Который У нас Не вышел С вас По фризам До этого Но я думаю Что он Тоже Появится В скором Будущем На канале Поддерживайте Видеоролик Лайком Подписывайтесь На канал Как я уже Сказал Пишите В комментариях Что вы По этому Поводу Думаете Ну и За просмотр Всем удачи И всем Пока